Вот уже 7 лет латвийские школьники участвуют в программе Junior Achievement, в рамках которой создают свои учебные предприятия и делают первые шаги в бизнесе. Все происходит по правилам предпринимательской деятельности, с некоторыми отступлениями, например, налоговыми льготами. Создать учебное предприятие могут все желающие освоить навыки ведения своего собственного дела. На прошедшей венсполском торговом центре «Табаго» ярмарке венсполские учебные предприятия не только демонстрировали товары, которые они производят, но и пытались их продать. Ассортимент был богатый. Кто-то предлагал соевые свечи, которые можно использовать, в том числе и как косметическое средство. Когда немножко сжигается, когда они плавятся, можно потом использовать как крем, и руки будут мягкие, и также там использованы специальные масла, которые укрепляют ногти и опять-таки кожу увлажняют. Скажите, а с чего все начиналось? Сначала идею, да, придумали? А потом какие шаги? Как? Что-то бизнес-план составляли или что? Мы сначала зарегистрировались на ЯЛатвии, наше предприятие зарегистрировали, а потом начали искать в интернете всякие видеоролики, как делать свечи, обучающие видео. И потом уже в интернет-магазинах искали формы, воск, фитили. И все, что нам могло понадобиться, искали в интернете. А как цену рассчитывали? Ну, мы брали примерно цену за килограмм, сколько мы воск купили, и потом сколько мы добавляем в одну форму. От этого исходила первая часть цены, потом еще то, что у нас ароматизаторы и масла, и часть за работу тоже. Кто-то подхватил тему вторичного использования товаров с целью сохранения экологии. Зачем выкидывать и засорять среду, если из ненужных вещей можно создать что-то новое и полезное? Мы даем вторую жизнь вашим джинсам, которые нам из школы дали ученики, учителя, и мы из этих джинсов шьем сумки. Для молодых девушек нередко интерес представляют косметические товары. Именно их они и пытаются производить. Например, на ярмарке можно было приобрести масло для бровей и ресниц, сделанное только из натуральных ингредиентов. Никаких пищевых там и никаких добавок искусственных здесь нет. Все полностью натурально. Дерится? Из интернета и из своих знаний. Я увлекаюсь косметикой и всей этой темой. Так что вот так. Юные предприниматели не ограничивались только товарами, которые могут заинтересовать молодежь. Например, Анния увлекается травами и предлагает различные полезные для здоровья сборы. Это биологический продукт. Я все сама собирала вдали от дорог, от выхлопных газов. А когда берешь в аптеки, ты не знаешь, откуда там травы. Сигна и Лива создали свой дизайн для обычных бутылок для воды, что придает им индивидуальность. Они сами создавали дизайн рисунков и наносили их. У нас тоже такие есть, слога нашей школы. Я могу показать. Это наш первый дизайн и первые бутылки, которые мы сделали. Мы сами ими пользуемся. Рисунок не стирается, и это очень хорошо. Я раньше покупала в магазине, все время стирался. В преддверии различных праздников актуальным было предложение подарков. Можно было приобрести открытку, украшение, игрушки. Мы делаем различные подарки для людей, начиная от конверта, заканчивая комплектами украшения. Мы делаем различные браслеты для детей, для взрослых, из натуральной камней, из дерева. На заказ делаем различные формы, потом их уже обкраиваем. Мы вяжем игрушки, из бумаги делаем различные поделки, различные открытки. Надпись у нас есть как на русском, так и на латышском языке в Санцерменте для различных людей. Идея пришла спонтанно летом, когда мы были в лагере. Нам там понравилось делать браслетики, плюс еще она этим когда-то занималась, я тоже. И мы такие, надо заняться, можно делать бизнес. Чуть-чуть прибыль уже принесла, но еще много времени мы еще успеем. Мы сделали своими руками мыло-мочалку, три в одном. После них кожа становится мягкой. Есть вот мыло, и его надо положить в мочалку. Мы сами все делали в кабинете домоводства шестой средней школы. У нас обложка из сторсырья, которая выполняет и функции пенала. Ею могут воспользоваться художники, студенты, творческие люди. Каждая обложка оригинальная, одинаковых нет. Ткани разные использованы, разные цвета. Очень популярно становится создание разных аппликаций. Или использование компьютерных технологий в создании своего товара. То есть, если раньше больше это было, наверное, какие-то работы, связанные с ручным трудом, то теперь это совмещение с современными технологиями. И это идет все вверх, тем более, что сегодня есть очень много возможностей участвовать детям в разных хакатонах, в конкурсах, в проектах, где они получают дополнительные знания и умения. И это все идет на пользу самим же детям. Мы перешиваем старые вещи, сами разрабатываем модели и переделываем согласно выкройкам. Мы не профессиональные дизайнеры, но мы учимся. Сегодня к нам подошел один человек и спросил, а чем мы занимаемся. Мы ему показали юбку и даже сами не догадывались, что мы сделали что-то подобное мужской банной накидки. У нас сразу появилась идея в будущем сделать именно такие. Мы не продаем, мы только рекламируем. Просто хотим показать идею и то, на что мы сейчас способны. Вот так. Здесь завязываешь, и мне очень нравится, что видна ножка. Для учебных предприятий проводятся различные обучающие мероприятия, конкурсы. Они принимают участие во вселатвийских ярмарках, а некоторые даже едут за границу. Желающие попробовать себя в бизнесе есть, но далеко не все доходят до конца. Это огромная работа. Приходится и родителей вовлекать. Они работают после уроков. Шьют, создают свой продукт, доводят до ума идею, чтобы потом представить ее другим и понять, что значит торговать. Они изучают бизнес, и это уникальная возможность для молодежи, которая хочет этим заниматься и которая выдерживает эту нагрузку. Все опрошенные нами учебные предприятия пока не рассчитывают на прибыль, понимают, что о заработке говорить рано. Но вернуть собственные вложенные в дело средства все-таки надеются. Продолжение следует...